Доброго времени суток, с вами Мечта, ваш персональный тренер и коуч. Сегодня я вам расскажу про 20 испытаний, после которых вы станете другим человеком. Когда я начала это делать со своей жизнью, мне это так понравилось, что я решила поделиться опытом с миром. Здесь всего 20 испытаний, с которыми вполне вы можете справиться за месяц. Лучше, конечно, выбрать 2-5 пунктов и стараться придерживаться их в следующие 30 дней. И как только вы с ними полностью освоитесь, выберите для себя несколько других на следующий месяц. Как известно, нужно всего 30 дней на то, чтобы сформировать привычку. И самое главное это начать. Поэтому так важно вносить небольшие, но постоянные изменения в свою жизнь на протяжении хотя бы 30 дней. Итак, первое. Используйте слова, способствующие счастью. Обычно, когда я спрашиваю у кого-то, как ты, мне отвечают, что это вроде нормально или в порядке. Но одним сонным утром понедельника мой коллега ответил на подобный вопрос. Просто замечательно! Это заставило меня улыбнуться, а потом задуматься. Ну как же, я здоров, моя семья в порядке, мы живем в свободной стране. Разве это не замечательно? А ведь разница между его жизнью и моей была в самой малости. Отношение к этой самой жизни. Его жизнь вовсе не обязательно была лучше, чем у других, но он выглядел 20 раз счастливее их. А потому постарайтесь следующие 30 дней использовать побольше слов, вызывающих на лицах улыбки. Второе. Старайтесь каждый день пробовать что-то новое. Разнообразие доставляет жизни остроты, добавляет. Вы можете видеть или делать что-то миллион раз, но в первый раз лишь единожды. Наши первые впечатления зачастую оставляют след в нашем сознании на всю оставшуюся жизнь. Попытайтесь следующие 30 дней каждодневно усновать или испытывать что-то новое. Это может быть все, что угодно. От нового хобби до разговора с незнакомкой. И как только вы войдете во вкус, поверьте, Эти новые впечатления рано или поздно откроют для вас дверь в целый мир новых возможностей, способных изменить вашу жизнь. В-третьих. Старайтесь каждый день совершать какой-то бескорыстный поступок. Недаром говорят, что посеешь, то и пожнешь. И когда вы положительно влияете на чью-то жизнь, одновременно вы меняете и свою. Сделайте что-то бескорыстное, что-то такое, что делает кого-то другого счастливым или хотя бы менее несчастным. Я вам обещаю, это будет очень приятным опытом. Возможно, таким, который вы запомните на всю жизнь. Конечно, ваш выбор в этом отношении безграничен. Но если вы можете кому-то помочь, и это вам ничего не стоит, обязательно это сделайте. Четвертое. Каждый день изучайте и практикуйте один новый навык. Если вы можете полагаться на себя в любой ситуации, то непременно проживете счастливую и продуктивную жизнь. А чтобы на себя полагаться, нужно обзавестись как можно большим количеством полезных навыков. Ставь эдаким мастером на все руки, и несмотря на все эти истории о том, что мастера на все руки, дескать, ни на что не годны, наделяя никуда больше способны и приспособленных к жизни, чем специалисты в какой-то другой узкой сфере. Но кроме того, приобретение новых навыков, это ужасно весело. Пятое. Каждый день учите кого-то чему-то новому. У нас у всех есть свои природные сильные стороны и таланты, которые могут существенно помочь людям вокруг нас. То, что для вас просто, для прочих может оказаться довольно сложным. Мы воспринимаем эти дары судьбы как данность. И зачастую едва понимая, сколько всего мы можем предложить другим людям, и поэтому редко чем-то с ними делимся. А ведь это неоценимые дары могут нам помочь сеять вокруг нас счастье и волю к жизни. За что люди чаще всего благодарят вас? С чем они чаще всего просят вас помочь? Это может быть рисование, обучение математики, умение готовить вкусные обеды. Постарайтесь следующие 30 дней делиться с другими своими талантами и опытами. Шестое. Каждый день. Выделяйте хотя бы по часу на то, чем вы действительно увлечены. Не забывайте заниматься своими увлечениями. Это может быть что угодно. Некоторые люди получают удовольствие от участия в политической жизни своего города. Другие находят утешение в вере. Еще кого-то и еще кто-то участвует в клубах, объединяющих людей с похожими увлечениями. Ну а еще для кого-то их хобби может оказаться важнее всего в жизни. Но каждый из этих случаев на самом деле похож на остальные. Ведь эти люди занимаются чем-то таким, чем они действительно увлечены. И это увлечение наполняет их жизни счастьем и смыслом. Седьмое. Будьте добры ко всем. Даже к тем, кто груб к вам. Если вы по-доброму разговариваете с теми, кто вас недолюбливает, это не значит, что вы скрываете свои чувства. Скорее, это значит, что вы по-настоящему взрослый человек и способны их контролировать. Отнеситесь ко всем окружающим с добротой и уважением даже к тем, кто обращается с вами не лучшим образом. И не потому, что они хорошие люди, а потому, что вы именно такой хороший человек. Попробуйте вести себя подобным образом следующие 30 дней. И мало-помалу вы увидите, как грубость вокруг вас медленно рассеивается. Восьмое. Постарайтесь всегда сохранять позитивный настрой. По-настоящему успешные люди стараются всегда быть оптимистами. Они взрастили в себе способность самостоятельно создавать собственное счастье и желание творить. И не важно, в какой вы окажетесь ситуации, помните. Любая успешная певица когда-то была обычной девушкой, всегда ухитрявшейся находить в своей жизни позитив. Она знает, что любая ошибка – это всего лишь возможность для личностного роста и шанс научиться чему-то новому. Те, кто мыслит оптимистично, видят мир как место, битком набитое безграничными возможностями, особенно в нелегкие времена. И попытайтесь в следующие 30 дней смотреть на светлую сторону этого мира. Девятое. Будьте всегда благодарны за те уроки, которые вам преподают жизненные ситуации. Ведь важно помнить, что все, с чем вы когда-либо вам довелось столкнуться – жизненный урок. Все, с кем вы встретились, все, с чем вам довелось столкнуться, ну и так далее. Все это – часть того огромного жизненного урока, который мы как раз и называем жизнью. Постарайтесь всегда быть благодарными за него, особенно когда все идет не так, как вам хочется. И если вы не устроились на ту работу, о которой мечтали, или личные отношения так и не привели к чему-то серьезному, это всего лишь значит, что где-то впереди вас ожидают куда лучшие варианты. И тот урок, который вы только что усвоили, лишь первый урок на пути к этому лучшему варианту. Постарайтесь в следующие 30 дней записывать в своем дневнике все уроки, которым вас научила жизнь. Номер 10. Обращайте внимание на свою жизнь и наслаждайтесь ею. Когда несколько месяцев назад я смотрела церемонию вручения Оскара, я поняла, что большая часть речей, произнесенных получившими награды актерами и актрисами, начинается примерно так. Это столько для меня значит, вся моя жизнь как будто вела меня к этому. Но знаете в чем правда? Жизнь каждого из нас ведет к этому моменту. Да-да, к этому самому моменту, в котором мы сейчас находимся. Подумайте об этом. Все, что вы делали в своей жизни, плохое, хорошее, нейтральное, привело вас к тому моменту, в котором вы находитесь сейчас. Спросите себя, насколько вы действительно живете своей жизнью. И если вы похожи на большинство людей, ответом которых, скорее всего, будет недостаточно. Так что постарайтесь чуть-чуть меньше сосредотачиваться на том, чего бы вы хотели добиться. И больше на том, чтобы просто жить. Жить, помните, мы живем одним моментом. Жизнь, она здесь и сейчас. Так постарайтесь же провести следующие 30 дней, живя по-настоящему. Одиннадцатое. Старайтесь следующие 30 дней избавляться в день хотя бы от одной вещи. Каждое мгновение нашей жизни мы проживаем, окруженные огромным количеством мусора и ненужных вещей. Причем не важно, где мы в это мгновение находимся на работе, в машине, дома или где-то еще. Мы настолько к этому привыкли, что даже не замечаем, как это на нас влияет. Но если вы расчистите внешний мусор, вместе с ним уйдет изрядная часть мусора внутреннего. Так что постарайтесь каждый день выбирать по одному ненужному предмету и тем или иным способом от него избавляться. На самом деле это очень просто. Хотя на первых порах вам может казаться не так. Но рано или поздно вы избавитесь от вашего синдрома белки и ваш очищенный от хлама разум скажет вам спасибо. 12. Постарайтесь за эти 30 дней создать что-то новое. Но от создания чего-то нового это чувство ни с чем не сравнится. Задействован на полную катушку. Собственная креативность и создание чего-то нового собственными руками даруют вам невыразимо приятное чувство завершенности, подобного которого просто нет. Единственное но. Вы должны творить что-то такое, что вам действительно нравится. Если вы целый день составляете планы финансовых инвестиций для своих клиентов, ненавидя каждую секунду этот процесс, то это не считается. Но если вы найдете для себя хобби, которое вам действительно нравится и создадите что-то такое, что имеет к нему отношение, это может изменить всю вашу жизнь. И если вы в последнее время не создавали ничего своими руками лишь потому, что вам этого меньше всего хочется, просто попробуйте. Отпустите свою креативность на свободу. Ну хотя бы на следующие 30 дней. Тринадцатое. В следующие 30 дней не лгите ни единым словом. Да, это может показаться сложным, а то и невозможным, ведь белая, невинная ложь зачастую льется из нас сплошным потоком. Но вы сможете. Хватит обманывать и себя, и других. Говорите, подыскивая слова, идущие от самого сердца. Говорите истину. Старайтесь каждый день просыпаться на 30 минут раньше, чтобы не бегать по утрам, словно кролик укушенный кенгуру. Эти 30 минут помогут вам избежать штрафов за превышение скорости опознаний и прочей ненужной головной боли. Попробуйте хотя бы на те же 30 дней и посмотрите, как это повлияет на вашу жизнь. Избавьтесь на следующие 30 дней от трех вредных привычек. Едите слишком много вредной еды? Слишком много играете в видеоигры? Ссоритесь с своими родственниками? В общем, вы и сами знаете свои плохие привычки. Выберите три из них и постарайтесь избавиться от них в следующие 30 дней. Точка. Старайтесь смотреть телевизор не более получаса в день. Лучше развлекайте себя чем-то из реального мира. Самые лучшие воспоминания остаются у нас от замечательных событий, происходящих с нами в реальной жизни и только в ней. Так что выключите свой телевизор или компьютер, если вы на нем смотрите телепередачи, и выйдите на улицу. Взгляните на мир, насладитесь природой, примите те простые радости, которые вам могут продлить жизнь. И просто смотрите, как она разворачивается перед вами. 17. Установите для себя какую-то одну стоящую цель и работайте над ней не менее часа в день. Разбейте вашу масштабную, грандиозную цель на небольшие кусочки и сосредоточьтесь на выполнении одного кусочка за раз. Да, вот так, делая по одному шажочку за раз. Вы быстрее всего добьетесь цели, но сделав первый шаг, обычно бывает труднее всего. Старайтесь в следующие 30 дней тратить хотя бы по одному часу в день на то, чего вы хотели всегда добиться. Возьмите свою мечту и воплотите ее в реальность. Читайте по одной главе хорошие книги каждый день. Сейчас, когда интернет открывает перед нами бесконечный ваток информации, статей, диалогов, дискуссий, люди проводят все больше и больше времени за чтением онлайн. И тем не менее, все это не может заменить выверенную годами мудрость некоторых классических книг, которые делятся и будут делиться своей мудростью на протяжении многих поколений. Книги открывают многие двери как в вашем разуме, так и в вашей жизни. Найдите в интернете список классических книг и посетите местную библиотеку. А после проведите следующие 30 дней, читая хотя бы по одной главе в день, пока не дочитаете всю книгу. А потом выберите еще одну, и еще, и еще. Старайтесь каждое утро смотреть или читать что-то такое, что вдохновит вас на новые свершения. Порой для того, чтобы наполнить себя энергией на весь последующий день, вам нужна самая малость. И потом в следующие 30 дней, прежде чем выйти из дома, посмотрите мотивационное видео или же, простите, что-то такое, там цитаты, пост-блоги, короткий рассказ, что сможет вас вдохновить. И последнее. Каждый день после обеда делайте что-то такое, что заставит вас улыбаться. Посмотрите забавный видеоклип на YouTube, почитайте ваш любимый комикс или найдите в сети парочку свежих анекдотов. Здоровый смех стимулирует ваш разум и пополняет ваши запасы энергии. И лучше всего это делать после обеда, когда прилив энергии вам нужен больше всех. А с вами была мечта, ваш персональный тренер и коуч. Надеюсь, эти 30 дней пройду для вас самым лучшим образом. Всем пока.